Друзья, всем привет! Сегодня поговорим с вами о волнистых попугайчиках. Погода у нас изменилась. Хотел сейчас видео на улице снять. Но град идет, ливень идет сильный. Ну, в общем, суть такая будет видео. 17 марта было новоселье у красивой стаи волнистых попугаев. Так вот, сегодня у нас 10 мая. И я утром пошел проведать эту стайку, думаю, покормить, надо водичку поменять. И смотрю, на полу что-то промелькнуло. Ну, первая моя мысль, конечно же, я подумал, даже я испугался, мыша. Мне показалось мыша. То есть было такое темное, что-то шустрое. Так-то мышей нету, но вот первая мысль такая. Потому что мышей боюсь, стараюсь, чтобы их не было. Слежу за этим. В общем, присмотрелся, свет включил там. Там был полумрак. Оказался птенчик. Сегодня выпал из гнезда птенчик. Или он вылетел, или он выпрыгнул. Ну, скорее всего, выпал. Потому что он маленький, еще у него хвостик не вырос. Вот сейчас опять град пошел. Хвостик не вырос, крылья не выросли. То есть ему еще примерно недельки-две смело надо было посидеть в гнезде. И вот теперь я переживаю, как будет у него судьба складываться. Будут ли его кормить родители, которые остались. Ну, они летают и в гнезде смотрят еще самочка. Ну, сейчас вся надежда на самца, чтобы самец кормил. Ну, я думаю, буду проверять утром-вечером. Сейчас я вам все покажу поподробнее. Так будет интереснее. Вон, видите, какое небо. Тучи, солнце. То град пройдет, то солнце светит. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим. Друзья, напоминаю я вам. У меня два вольера волнистых попугая. Здесь мы уже с вами не раз наблюдали малышей. Вот, кстати, сейчас на качельке катается малыш. И вот рядышком синенький сидит тоже малыш сегодня вылетел. А здесь вот этот вольер у меня новый. Видите, еще ни разу птенцов не давали. Вот только в первый раз у них все начинается. Тут и немножко цвета другие. Вон, видите, как самец кормит самочку. А хотя нет, это синий самец кормит зеленого самца. Видите, как попрошайка. А потом этот зеленый самец полетит своих птенцов кормить. Удобно. Уже почти готовая каша поступает. Итак, в общем, у этой стаи сегодня выпал из гнезда птенчик. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот малыш, судя по всему, будет фиолетового цвета. Я накануне подстелил соломы, побольше соломы постелю, думаю, если будет. Ну, кстати, вот как раз она и пригодилась. Он выпал, чтобы не ударился и чтобы не оставался на холодном бетоне. Там, получается, шелуха от корма, от овса, от просто шелуха. И плюс соломка. Соломка. Сейчас подробнее зайду, покажу, расскажу. Итак, друзья, как тут все устроено. Значит, на кирпиче вот стоит такая емкость с водой. Глубина воды примерно полтора сантиметра наливаю. Такое корыто стоит с мягким кормом. И вот такая вот посудка стоит с жерном, сухая жерносмесь. Ну, видите, семечки съели, проса съели, остался один овес. С утра я кормил, а сейчас вот в такое положение. То есть надо будет потом снова подсыпать проса. И вот здесь малыш. Он немножко напуган, но он сегодня первый день. И тут сразу я пришел, и съемки начались. Вот такой вот карапуз. Видите, ему еще довольно-таки рано было покидать гнездо. Ну, я думаю, все у него будет хорошо. Кстати, пол непонятно, то ли мальчик, то ли девочка, но, скорее всего, мальчик. Такая розовенькая, вот, скажется. Обратите внимание, он накормленный. Вот у него зобик, в принципе, полный. Ну, моя задача теперь контролировать то, чтобы у него зобик был накормленный. Буду проверять. Ну, вот сейчас накормленный, я, в принципе, рад. Хочу показать вам зобик. Как его повернуть. Вот эта вот часть называется зобик. То есть она полная корма. Значит, самец его кормит. Возможно, какой-то другой самец его кормит. Не обязательно, чтобы именно его самец. То есть он просит, и кто-то из толпы его кормит. А кормление происходит, когда вся стая опускается сюда, на кормушечку, покушать. Ну, видите, он еще толком не летать еще не может, ну, маленький. Зато шумит, как громко. Он по стенкам. Значит, получается, открытие началось с сезона, скажем так. Видите, тут у меня палка, и волнистые попугаи грызут бетон. Бетонный блок. Ну, смолялась какая. Все, уселся, давай я тебе поправлю. Хороший, хороший. Вот будет хороший ручной птенчик. Особенно, если я еще буду подкармливать, он ко мне быстро привыкнет. И я думаю, мы с ним подружимся. Цвет будет фиолетовый. Так, давайте посмотрим, откуда примерно он мог выпасть. И что там у нас вообще в гнездах происходит. Сейчас несколько гнезд посмотрим. И уйдем. Не будем тревожить, потому что птица все-таки волнуется, когда я здесь в порядке наложу. Сейчас, вот этот сквозь, давайте посмотрим. Сейчас так вот его откроем аккуратно. Я так предполагаю, он выпал. Возможно, выпал из-за того, что... Ага, тут нет никого. Тут только яички. Возможно, выпал из-за того, что, может, голодный был. Но, видите, зоб накормленный. Значит, он и в гнезде был накормленный. Чего он выпал? Вот такие вот моменты, они опасны тем, что, когда, допустим, в холодное время года птенец выпадает, а на полу бетон, и у него, получается, животик нерзнет, пищеварение от этого кишечника нерзнет. Там же у них кусочки внизу идут. Ну, все это дело подстывает, и он может заболеть. Пищеварение нарушится, он запоносит и может пропасть. Так что, имейте в виду, чтобы у вас был, в принципе, теплый пол. Я использую, кстати, я, наверное, не сказал. В этом году решил такую вот... Солома. Обыкновенная солома, но трава, трава должна быть не ядовитая. Имейте в виду, а то, ну, чтобы не попалась там ядовитая трава. Я использую пырей. Обыкновенный пырей. Это такая длинная травка. Ближе к лету она выкидывает колосочек, чем-то напоминающий пшеничку. Это пырей. О, вот здесь тоже есть. Возможно, он, кстати, отсюда выпрыгнул. Смотрите, здесь вот такой же фиолетовый, такой же коротышечка маленький. Вон еще маленький-маленький. Но этот поменьше, еще поменьше. Тот маленько постарше. Но я не буду его сюда сажать, переживаю, вдруг не отсюда, вдруг самка убьет. Пускай так будет. Уже пускай будет сам по себе жить. Буду его контролировать, подкармливать. Вот такие вот малыши. Скоро будут набирать перья. Здесь получается четыре малявки. И одно пустое яичко. Вот так вот живут волнистые попугайчики. Видите, они вот в клубочек друг друга греют. А вот те, кто постарше, они уже в стороночке. Ну иди, погрей своих братиков, сестричек. А я не хочешь? Ну ладно. В общем, друзья, для подстилки можно использовать солому. Это я подсмотрел. Ну я, честно сказать, подсмотрел у ребят, которые поросят разводят. Они им там соломку подстилали, но у меня соломы нету. Я насушил сено. И в принципе доволен. Я доволен, мне нравится. И попугаем нравятся они. Можете даже потолще настелить, сантиметра три, чтобы при падении он не ударялся. Не отбивал себе. Давай сейчас еще вот здесь посмотрим. Тут где-то у меня были желтые, яркие. Хочу показать. Ну, кстати, в этой стае не так уж много птенцов. Вот видите, здесь два. Ну там четыре нормально. Но два птенца это в принципе мало. Надо хотя бы четыре птенца, чтобы было. Видите, какой яркий будет красавчик. Крылышки растопырил. Это вот он так боится. Видите, боится. Давайте опустим. Немножко я вам показал, что вообще, какие цвета будут. Таких цветов в этом году у меня еще не было. Это будут ярко-желтые. У этого тоже будет шапочка. И такой вот платок на плечи, можно сказать, накинул. Ну, условно говоря, узорчик такой. Вот таких вот здесь два пингвинчика. Пойдешь к пингвинчикам, будешь третьим. А ну, иди ко мне на палец. Нет, на палец еще он не умеет ходить. Ну, сейчас мы его снимем. А кусаться-то зачем кусаться? Видите? Маленький-маленький, а кусаться умеет. Вот как грызет. А за что ты меня так грызешь? Я же тебя подкармливать буду, если тебя забудут. А, наелся? Смотрите. Вот так можно. И будут втроем. Но, боюсь. Не знаю, вот не хочу я его подселять. Вдруг его кто-нибудь заклюет. Мало ли какая-нибудь мамка не примет подкидыша. И потом я же себе не прощу этого. Так, садись на палку. Держись крепко. Все, держись. Молодец. Этих сейчас мы закроем. Сейчас с наступлением жары поилки стали часто загрязняться. Возможно, а, даже невозможно, а сто процентов знаю, видел, купаются. То есть, утром, когда воду меняю, они купаются и приходится. Вот видите, сейчас у нас 3 часа дня. Вода уже, в принципе, недостаточно, не особо чистая. Я где-то в 4 часа, в 5 часов буду снова менять. Буду подсыпать корм. Мягкий, смотри. Видите, яйцо сразу съели. Прямо на яйцо накинулись тут. Вот осталось от яйца следы. В общем, кормлю я их утром и где-то примерно часов в 5. Ну, как бы это не вечер, но, в общем, в конце рабочего дня кормимся второй раз. И когда кормите второй раз, вы уже смотрите, все съели или что-то осталось. Если прям все съедают подчистую, значит, надо с утра больше положить, чтобы немножко был запас. Потому что, ну, это при том, что когда у вас будут птенчики. А если птенчиков нету, то просто кидайте им в норму. Там, допустим, столовая ложка на голову или неполная столовая ложка зерносмеси. И там можно морковину поставить, можно какой-нибудь пучок травы кинуть. Также они любят и морковку, и свеклу, и кабачки, и тыквачи сейчас пойдут. И репу можно давать. Волнистые, в принципе. В принципе, волнистые кушают все овощи, все фрукты. Единственное, надо немножко соблюдать нормы. Вот в плане свеклы, в плане свеклы бурачной, это борщевая, которая, будьте осторожны. Они ее безумно употребляют и могут прям объедаться. Был у меня случай, когда один поел, мне казалось, что не хватило. Я добавил еще, а он пережрал, упал на бок, потом часа четыре лежал и кал. Думал, помрет. Ну, нет, он переварил все это дело и нормально стал. А вот, видите, там, наверное, мамашка пришла вот тех желтеньких красавчиков. Ну, в принципе, вот такие вот мне, наверное, будут все-таки больше всего нравиться. Такие яркие, желтые, зеленые. Так-то они все красивые, на любителя. Вот тоже красивый, вот красивый. Ага, притихли. Да-да-да, точно, друзья, это мамашка ихняя. Переживает, видите как, а то уж потревожили. Ну, все, давайте. Сейчас я выйду отсюда, чтобы их не тревожить. Значит, все, сезон открыт, первенец пошел, скоро будут остальные вылазить. За этим буду наблюдать, чтобы его кормили. Если кормить его не будут, буду сам подкармливать. Покажу потом в видео, какой кашей, как все это делаю. Ну, так все, в принципе, показал, рассказал. Вода. Можно марганцовочку добавлять, кстати, очень полезная марганцовочка. Мягкий корм, сухая зерносмесь, любая там, чем приучите. Подстилка из сена. Без подстилки неудобно. Мне вот, я так пробовал по-разному, и мне нравится с подстилочкой. Сена. А сена прям прекрасный, запах приятный. И птички там что-то подъедают. Ну, я, в принципе, его высушил, но все равно. Я ее буду скоро менять, и будет пырей, уже будет с колосками, и тогда посмотрите, как птички колосочки очень любят. Ну, все, тогда мы пойдем. Сейчас, кстати, вам покажу. Так, мелкий все пока. Вечером приду, проверю, чтобы был накормленный. Сейчас покажу вам, почему утром у меня тут не горел свет, потому что я пришел, тут полумрак. Оказывается, волнистые эти неразвучники, они же тут у меня на вольных хлебах летают. А там вот опять целуются, смотрите. Неразвучники, которые на вольных хлебах летают, они перегрызли снова проводку. Я ее чинил. Вот там, видите, воркают, воркают. Перегрызли, сейчас я вам покажу, прямо возле резервки. Это вот я за них говорю, за этих неразвучники. Самые громкие попугаи из своего, ну, если сравнивать волнистых, корил, розел, неразвучники, получаются самые громкие. У них самый пронзительный звук. Ну, кстати, неразвучники говорить умеют. Бывают и говорящие неразвучники. Это если брать с маленького. И вот смотрите, что у меня здесь они натворили. Раньше они вот здесь грызли. Вот тут у меня был стык. Я его изолентой изолировал, освещение. И они постоянно грызли. Я вставил шлангу. Думаю, ну все, шлангу вставил. Да, конечно, грызть перестали. Шлангу они не берут. Но что они сделали? Я переживал, что вот здесь, видите, у меня шланга недостаточно хватило, чтобы на весь провод. Ну, думаю, аварийную зону сделаю. А вот здесь, где просто обычный провод, но он твердый, хороший. И вот смотрите, что они тут устроили. Здесь, получается, они от резетки пошли, вот от резетки, отковыряли эту всю защиту и разгрызли вот это заземление. Они его отгрызли полностью. И, видимо, УЗО сработало, их потушили свет. И утром птички рассвет встречали в полумраке. Потому что сегодня град, ливень на улице пасмурно. Обычно солнечного света в это окно хватает. Оно большое окно. Здесь это окно примерно 70 сантиметров и на метр 60. Ну, огромное окно, плюс эта форточка открывается. Там сейчас москитная сетка, вон, видите? А когда станет жарко, москитную сетку уберу полностью и поставлю такую вот сетку и открою форточку на постоянно, чтобы у них был свежий воздух. В общем, вот такие вот новости. А еще сейчас вам покажу. Я тут на него любую, уже пятый день. У меня тут вылетел птенчик красивый. Ну, мне прям очень нравится. Я думаю, может, оставлю себе. Сейчас я его найду. Где-то он тут у меня был. Ага, он спрятался. Да, друзья, он спрятался. Вон он выглядывает из-за домиков. Вон он. Но цвет у него безумный. Вон, видите, как показать. Ага. Наверное, правильно будет сказать, не цвет безумный, а безумно красивый. Хотя, видите, все это на любителя. Некоторые сгонят, говорят, а есть у вас зеленый попугай? Нигде не можем с зеленого попугая найти. Вот он сел. Смотрите, какой красивый. Этого ему только полтора месяца. А он наберет цвет, перелиняет первый раз, а потом перелиняет в год. По мне так будет вообще красавчик. Все, куда-то он делся. Ага, он летает, как будто ему уже давно за 20. Самец будет. Видите, какой классный. Это тоже в руки не дается. Уже шустрый. Все, друзья. Всем пока. До скорой встречи. Продолжение следует. Но не тут-то было. Вон кто-то откуда-то у меня вылетел. К мирозвучникам пошел знакомиться. Ладно. Всем пока. Буду ловить. Кто-то выскочил непонятно откуда.